всем привет дорогие друзья с вами погас пробуждение силы еще идут а количество посмотревших фильм только увеличивается в прошлый раз мы выдвигали теория о главном злодеи сноуки посмотрите это видео кто не смотрел как бы вы не осуждали меня я хочу продолжить этот разговор и о том кто же такой верховный поведитель сноук заранее предупрежу видео содержит около спойлера если сомневаетесь не смотрите остальные поехали дискуссии в сети продолжаются о самом фильме об их героях и событиях вот и в пикабу уже говорят сноук это плагас или еще кто-то там находится там как сторонники так и противники подобных гипотез вот вам очередная такая мысль сноук это палпатин что если взять элементы теории о плагасе и предположить что учитель императора действительно доверял ученику как описано в книге сами знаете какой рассказал про свои открытия а сидиус получив всю необходимую информацию убил плагаса и нес это бремя все эти коды не выдав своим ученикам свой секрет и когда вейдер сбросил императора в шахту звезды смерти старик превратился в чистую энергию которая постепенно стала превращаться в существо темной стороны палпатин также мог потерять свою личность немного сохраняя то что было дартом сидиусом смотрите ранний концепт-арт сноука он немного выглядит как сморщенный старик и сами создатели фильма подтвердили что дизайн сноука основался на ранних концептах палпатина следующая теория для тех кто посмотрел этот фильм у моего друга появилась слегка бредовая теория я разбавлю ее своими соображениями может быть сноук это темное моральное отражение кайло рэна как бы представляет до чего опустится этот недо вейдер простите что упомяну момент в фильме в конце рэй ранит кайло в левую половину лица а посмотрите моменты фильма со сноуком на свету показана пацаном правая половина обсудите концепты думаю тут все наверно понятно есть тут совпадение я не знаю это уже на ваше смотрение ну и напоследок скажу что сноук никак не имеет отношения к старым фильмам и что это действительно новый герои то есть новый злодей это подтвердил и сам исполнитель роли энди серпис это совершенно новое действующее лицо но он знает о том что было благодаря тому что он мог собственно лично наблюдать происходящее и он знает о том что было причиной этих событий говоря откровенно он осведомлен о прошлом весьма хорошо несмотря на это будут появляться еще много теории связаны с седьмым эпизодом и новым каноном кто знает что будет в будущем спасибо за просмотр не жалейте ставить лайк и подписаться на канал да пребудет с вами силы